Настоящий олимпийский чемпион по химии и биологии Денис Гусаров ничем не выделяется среди одноклассников. Хвастать своими успехами десятиклассник не привык. Говорит, самые серьезные достижения впереди. Ведь в олимпийскую сборную удалось попасть только в этом году. Я определился вообще в шестом классе, еще со своей будущей профессией, даже не профессией, что в медицину пойду. И, соответственно, биологией и химией примерно в то же время начал заниматься. И вот сейчас вот иду, иду. В этом году еще особо таких больших олимпиад не было. Как бы только начинается еще все. Но уже прошел дистанционный тур регионального этапа по биологии, по химии и экологии. И дальше впереди? Вкрывая олимпиаду. Потом всероссийские и международные этапы и долгожданное поступление в медицинский вуз. Денис хочет стать стоматологом. Но губернатор Олег Черкунов на встрече с участниками интеллектуальной олимпийской сборной Перми посоветовал им ставить более глобальные цели. Например, достигнуть звания лауреата престижнейшей премии. А я про Нобелевских вообще не шучу. Ну как, если в этом городе нет ни одного Нобелевского лауреата, кто-то должен первым стать? В Олимпийскую сборную Перми входят победители и призеры всероссийских и краевых олимпиад и научных конкурсов. Только в прошлом году ими стали 43 школьника Пермского края. Столь высокие достижения – результат работы по повышению качества образования в нашем регионе. В Пермском крае уже привычным стало выражение «мода на мозги». Все старшеклассники, которые учатся на 4 и 5, получают стипендию из краевого бюджета. А учителя лучших школ – новогодние премии из региональной казны. Но, как подчеркнул на встрече с умниками Олег Черкунов, будущее поколение должно не просто стремиться получить диплом того или иного уровня, а строить свою жизнь на основании опыта и знаний. Важно, чтобы уже человек сейчас планировал свою жизнь, понимал, что он хочет достичь, и понимал, где он эти возможности, а не просто бумажку об окончании университета получит. Еще один немаловажный, по мнению Олега Черкунова, момент – необходимо уделять больше внимания обучению естественно-научным дисциплинам – математике, физике, биологии. Именно на те факультеты, где обучают этим наукам, и стоит поступать сегодняшним выпускникам, чтобы быть востребованными после окончания вуза. Дарья Севыхина, Сергей Пьянков, Александр Хробостов, Телевизионная служба новостей.